5 мая в Твери состоялась церемония открытия памятника сотрудникам органов госбезопасности Калининской области, которые воевали в годы Великой Отечественной. В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя, начальник регионального управления ФСБ Евгений Катаев, ветераны органов и другие почетные гости. Памятник установлен по инициативе ветеранов органов госбезопасности Тверской области на набережной Афанасия Никитина. В центре композиции три стеллы, объединенные эмблемой в виде щита и меча с государственной символикой. На монументах изображены барельефы со сценами боев Великой Отечественной войны, в которых принимали участие сотрудники госбезопасности. Калининские чекисты с первых дней войны были авангардом борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Очень важно, что они воевали в частях, которые были сформированы из сотрудников органов госбезопасности и сражались на самых опасных направлениях. Не раз подразделением НКВД приходилось оказываться на передовой, но основная задача – бороться с врагом в тылу. В Советском они выявляли диверсантов, шпионов, предателей. За линией фронта чекисты добывали ценную информацию, а также уничтожали живую силу противника, технику, его базы и склады. За годы войны калининскими сотрудниками госбезопасности было создано 185 отрядов и групп специального назначения, работавших в тылу немцев. Среди тех, чьи имя навсегда вписаны в историю органов госбезопасности – генерал Александр Назаров. За свои подвиги он был объявлен опасным врагом рейха. Генерал Александр Владимирович Назаров, который родился в Донбассе, после окончания школы НКВД был распределен в город Калинин. Бригадой, которую проводил Александр Владимирович, были проведены десятки операций, в ходе которых добыли секретные документы, уничтожены сотни вагонов с живой силой противника и техникой. В ходе торжественной церемонии губернатор поблагодарил ветеранов, отметив, что сегодня эти легендарные традиции продолжают новые поколения сотрудников спецслужб, которые, так же как и предшественники, вносят свой вклад в борьбу с поднимающим голову нацизмом, защищают свободу и независимость нашей Родины. Продолжение следует...